Маленький щурочек, но... Вот, видали? Прям в куртке полез. Доброго времени суток. Привет, парни. Дорогие друзья, сегодня у нас 30 сентября, пятница. Мы вновь с вами. Сейчас мы находимся на повороте на Спас-Клепике. Едем в неизведанные места, в лес, на реку Пру. Поехали, чтобы утром рано не вставать, решили ночь провести там. И чтобы прям с первыми лучами, даже не лучами, а с первым рассветом уже приступить к рыбной ловле. Попытаемся половить щучку. И в общем, ну вы будете видеть наш быт, как мы будем там справляться. Справляться с холодом, справляться с едой. Ну, в общем, со всем нашим представлением. Сейчас поедем еще... Да, мы будем выживать в суровой местности. Да, и поэтому как бы еще дорога мы не знаем какая, но мы покажем в крайних чертах, что там будет. Сейчас пока... Да, взяли с собой, забили всю машину, едем по ночной от трасси, свечим всех подряд. Посмотрим диких животных, чтобы было для интереса. Покажем следы, если что, какие рука трясется просто на месту. Какие следы есть, какие сейчас выходят животные. Взяли огромную биту отбиваться от диких випрей, лосей всяких, там, лис, зайцев бешеных. И что еще? Ну, а так взяли все, спиннинги, лодки. Ну, как всегда, в общем, полный комплект с нами. Да, если с лодкой получится, увидите нас на лодке. И если нет, будет ловля с берега. Проверим все блесна. Ну да, там есть джиг, воблеры всякие. Там есть заводь, да, вот, хотим, если поплавать по заводи, посмотреть щучку. Ну, в общем, вы все увидите. Поехали. Да, дорогу. Погнали. Вот. Ребят, въехали вообще в такую фигню. Смотри, какой хороший. Во, смотри, сколько еще грибов, бля. Собирай, давай еще берем. Еще очки мне видос, как грибы собираем. Не будем сейчас брать? А нафига, я не вон сейчас. Давай посмотрим. Ну, он это. Короче, блин, въехали в такую фигню, где вообще не ступала нога человека. Все в грибах. Что, тоже? Вообще все с удобно. И при том, вот, колея, что видно, что тут вообще еще никто не ездил. Вы, короче, парни тут как неандертальцы. Угу. Ну, грибов много, вот они. Что даже их не собирали. Вот. Ладно, все, ребят, нам нужно еще пилить. Отморочимся, короче, костром. Все сырое. Лес вообще наглухо сырой. Вообще, там ходили аж прямо лужи. Но зато, блин... Нет бумаги у нас ни хера. Сейчас будем палку тереть. Зато Федор нашел грибы под... Как? Не знаю, как. Ну, как ты назвал его? Гриб. Под дубовик? Под дубовики, короче, сказал. Грибы там есть. Ой, бля. Ооо. Хе-хе. Короче, хер знает, что об чем мы будем тут тереть. Пацаны, дуйте, давайте. У нас нас терр маленький. Ветер, кстати, сильный, да. Да они сырые. Да похуй, пусть они хотя бы плятся. Ну зачем ты, блин? Вот тебе и под дубовики. Здорово, парни. Ребят, короче... Собрались на рыбалке. Отдыхаем. Аж в машине у речки. Время пол-одиннадцатого. На куриный... Ха-ха-ха. Да я шутю, чуваки. Время, короче, да, пол-одиннадцатого, блин. Ну, Россия, выключи фары, я покажу. А то, может, кто не верит. Ну, зачем взгляд стресс? Вот, даже в окно можно услышать. Во. В общем, идет дождик. Пол-одиннадцатого. Посмотрели атмосферу. Сейчас, кстати, много очень летучих мышей летает. И это... На той стороне глаза горели. Лиса была. В общем, короче, ребят. Блин. Просто мы ехали по такой дороге, по таким этим... Он вообще офигел. Ну, да. Это он еще не видел, когда плохо бывает. Теперь я знаю те места, где не успели освободить. И еще беда, он забыл капли в нос. Он сидит мучиться вон, как это. Да, парни. А я вот не капаю вообще классно. С собой спреи всякие, резины, натезины. А вот вообще не капает. Я вот не капаю. Раньше капал. Просто... Просто перестал капать. Идиот. Вообще, потом мы включимся. Поняли, человек. Вот. Ребят, 6 часов утра. Наверное, на улице прохладно. Дождя, как видите, нету. Вот такой у нас вид у меня. Так вот мы лежали всю ночь. Что-то он там шерудил, шерухтел. Тоже рал всю ночь. Теперь у нас нечего есть на весь день. Он съел все это за ночь. Ну, так подремали. Ну, и затекли, конечно. Состояние паршивое. А больше разогуляется. Буду хоть надеяться на погоду и на уловчик. Так что... Будем, короче, смотреть. О! Наше местоположение такое. В общем, ладно. Будем пробовать. Поддетский канал. Меня больше узнали и все. Вот. Сейчас будем перекусывать курицей на утреннюю эту. Он говорит... Он, кстати, говорит, я утром, говорит, не ем. Говорит, я ем на ночь. Ну, просто я всю ночь съел. Он всю ночь, короче, хомячил, хомячил. Блин, а я даже не понял. То ли спали мы, то ли нет, если честно. Как-то, блин, все. То и половину просыпались. Ну, уже начинает. Вот я уже смотрю у этого... У той коряги так уже начинает поигрывать рыбка. Поэтому, ну, есть надежда, вот сейчас часиков 6 до 7, короче, что мы сейчас что-то зацепим. Вот. И по моим наблюдениям, потом часам к 9 где-то она выходит. Мы тут даже белочку видели. Да, и судя по... Ну, судя вот по погоде, как мне кажется, что сегодня все-таки обещает быть солнечным денечек. Так что сейчас вот завтракаем и уже крутим спиннинги. Так же, как говорили, я буду начинать на зеленый свой виброхвост, на свою эту резинку. Вот. А он начнет на воблеры. Он, кстати, первый раз будет ловить на этом водоеме. Поэтому я его предупредил, что здесь зацепы, там, корять. Но он говорит, я буду лазить, я воблер свой не оставлю. Так что... Посмотрим. О! Какая-то птица каркал. Он даже стул вчера доставал, сидел на нем. Но дождь не дал особо посидеть. Давай отдать. Все, давай это. Время уже 7 утра. Сейчас вот кидал туда, вот к краю той сосны. Вот туда. Был сход. Один прям... Пузыри пошли все это, но и не подсек ее, не просек. И потом еще два раза кинул. И прям за кончик этой сосны там оторвал, короче. Сейчас вот привязал еще такую рыбку. Блин, не взял с собой эти. Все там осталось. Но мы уже отошли довольно-таки далеко. Эти поводки так привязал. Не знаю, сейчас пойдем дальше. У тебя что, ничего не было пока? Нет, кончик сосны. Тоже кончик сосны? Только что, докоснулся за него. Ну вот, вот кидай туда, где я оторвал сейчас. Там это, оторвешь. Ну или поймаешь. Ну бор был, ты что же видел, да? Как пузыри пошли, блин. Она прям, фух, крутанул. Я ее не подсек, я ее не ожидал. Вот куда вот он сейчас кинул. Только чуть сюда, прям поближе. Ладно, что тоже буду кидать дальше, сейчас пробовать. Есть? Зацепил что ли? Да. Ну вот, вот и я так же зацепил. Что страшного? Оцепилась? Как ты себе притенки и не партишься? Отцепилась? Конечно. А у меня оторвалось. Я оторву бревно, чем у меня оторвется притенка. А сколько у нее этот тест? Притенка, сколько у нее тест. Ну там не пишут на катушку? Да, она у меня. Ну ладно, тести. Все понимаем. Выходит, смотрите, солнышко. Над лесом уже половина леса. О, красотища. Пейзажи какие. Это точно. Да? Обалденно просто. Вот, ни разу здесь не был. Хотел к речке, где лес. Вокруг реки. Ну, так с виду тебе нравится, да? Да, мне нравится. Ну, и самое главное. А рыбу мы сейчас поймаем. Я все-таки вернулся за остальными наживками. И вот, по дороге нашел, какого красавца. Буду еще грибы собирать. Сейчас после дождя все в рассе, вон, все мокрое. Ходим. Буду еще брать попутно грибы. В общем, вот так уже светает. Ой, светает солнце. Выходит тепло становится. В общем, пойдем. В общем, все-таки привязал я опять поводок. Решил ту снять и поставил свою самую ловистую в этом году по этим краям рыбку. Вот, она, правда, вся изнеможденная. Вот такая, там уже в ней нет места даже, куда вставить. Но вот я все-таки попробую на нее сейчас. Он где-то там остался сзади. Он на пупер ловит, короче. Ну, а я попробую. Будет она плавать? Нет. Там уже посмотрим. Тут вот лось, блин. Где-то расхаживал. Лось, я покажу пока следы. Увидел. Ого! Лосиные. Какие здоровенькие. Пройдем? Пройдем? Не знаю, вот хочу посмотреть. Куда-то забрели, а? Какие ручки еще одна. А, не знаю, дай мне. Вот сейчас вон там пойдем, по этому, по маленькому. Вот, чтобы дальше пройти по берегу. Тут такой вот отточек. Сейчас следы лоси видел, вообще гигантские просто. Да нормально. На бревно только осторожно, а то вдруг оно скользкое. Не вдруг, а оно скользкое. Это во-первых, где снимать никак я наебнусь. Давай. Не? А внутри скользкое. Ну и что же поделать? Паять и простить. Ладно. Блин. Я, короче, пойду сам первый. Дели мы ту штуку, вышли вот на такую вот полянку. Довольно-таки красивая полянка. Блин, рука застряла в камере. Я трен батон. А он ловит на волкер. Сейчас я к нему дойду, сейчас покажу. Тут вот даже мы смотрим, какой-то подъезд есть на автомобиле. Не знаю, как это место называется. Мы на реке Пра. Вот, сейчас к нему иду. Пока что я безутешно. Вот одна была только поклевочка, но вот что-то поднялся ветер. Вон он как играет. Он типа пуперый, такой вот поверх воды, как бы плавает, мечется. Волкер. Покажешь его, как он выглядит? Живописные места Мещерского края. Красиво. Воздух хороший. Ну-ка, дай-ка. Я просто покажу. Тоже ксадака. У тебя прямо это, тебе можно уже с них деньги брать за рекламу. У меня многие ксадаки есть. Это вот волкер. 480 рублей такой стоит. Ну, где-то, да. Передай привет себе. Привет передай мне, парня, себе. Сейчас пойдем вот эти коряжнички обследовать. Там вон дальше, вон какие завалы. Блин, там интересно. Какая лодка тут, на лодке ее и оставишь. В общем, иду, брожу, вот хотел показать. Заяц тут постарался. Покромсал немного. Что, у нас пока без изменений. Вот какой дуб. Могучий. Валяется. Пока что без изменений. Так, сейчас пока что скажу, который час, сколько уже мы. Без 29, 8.38. Ну, нормально. По моим расчетам, в 9 должна выходить. Плещется на отмелях. Сейчас пойдем туда, вон за поворот. Там я видел отмели. Он там кидает, надел мне зацепляйку. Уже этого волкера своего повесил там на коряге, но потом обещал полезет. Так что, может, еще снимем, как он в воду полезет. 1 октября. Поехали. Ой, ухо летел. Утка полетела. В общем, я оторвал уже хреновую тучу. Блесен. Ой, блесен. И блесну, и два этих еще сразу. Сейчас вот решил одеть вот такую вот допотопную вертушку. Что, отлетело? Вот места какие красивые. Дорогие места очень. Дорогие, вот сейчас отлетело вон на то дерево. Хорошие хоть отлетело? Старые. Старые? Все равно жалко. Блин, плескаться, плечется. Подходишь, вообще что-то нихрена. И одни зацепы прям уже аж это, уже бесит, сука. Вот, в общем, этот чувак на лодке. Сейчас он там вон прям в этом. В коряжнике плавает, блеснить. А мы, блин, обидно. Я закинул на тот берег. Прям тоже на берегу сейчас оторвал. Такой же вот зеленый. Последний груз остался. Я пока, короче. Ты назад пошел? Ну да. Ну давай. Ай. Сейчас обед, все толку. Ну и что? Назад пошли, сейчас грибов поискали. Ну иди. Все, он меня покинул, он сдался. Он тоже решил взять лодку и так же на лодке по коряжечкам сплавляться. А я вот сейчас думаю, если оторву, то пойду назад уже по лесу и буду собирать грибы. Хотя бы грибов наберу. Ну вот такая прогулка. Кабанами все истоптанно, изрыто. Все в этих следах копыток. Тут вот такая река сейчас интересная идет. Там вон машина, вон у них стоит, вижу. Вон они оттуда подкрались. Тут вот такие вот завалы. Попробую здесь покидать вон туда такая узенькая речка. Ну и пойду тоже и попробую поискать грибы. В принципе, время у нас еще достать. Вон все в следах. Смотри, прям маленькие копытцы. Тут вот побольше вон они все. Тут вот ходили, наверное, переходили. Вон все истоптанно. Красота, природа, хорошо. Еще бы не отрывать блесны и щучка бы клевал. Вообще бы цены бы не было. Кобзде зацепил прям вот у берега. В этой вот пуще. Сейчас придется лезть. Ух ты, вода ледяная просто. Ребята, вода ледяная. Блин, а я же туда, наверное, не достану. С курткой-то. Ладно, прям в куртке. Во, экстрим. Во, видали? Прям в куртке полез. Первое октября. Жесть. Блин, просто лед. Вы не представляете, но это лед. Блин, быстрее все, короче. Сейчас быстрее это одеваюсь, ноги сушу. Пробираюсь. По кущим по этим. Так, иду, кидаю, грибочки собираю. Блин. О, приходится. Там такие сейчас были бурелом. Я уж там доставать камеру не стал. Трава, блин, аж по пояс. Так что, думаю, что рыбалка это просто приехал и сиди, кидай, стой вернее. Там отдыхаешь. Тут это еще, в нее все входит. И блуждение, и пробирание через канавы. Вот, туристы плывут. А мужик там ловит на эту. У него длил удочка, как на кивок. Там, посмотрю, висит вертушечка маленькая. И они на лодке плавают и окуней тягают. Так. Куда я вышел-то? Во. На какую-то тропу. Ну, я просто стараюсь не особо в лес. Я грибы потом сейчас там похожу, поищу. Я, ну, еще иду и стараюсь так кидать. Все там шел, там кабанами все аж перерыто было. Ну, какой заморож. Я стараюсь брать только хорошие, которые прям мне нравятся. Может, супец сварю. Ну, смотря, каких наберу. Я люблю суп грибной, чтобы он такой был. С маслянистыми вот этими грибами. Из белых он такой сопли вот эти не дает, наваристые. Так, что-то еще на какой-то пряжь седалищ вышел. Ну, ладно, пойду сейчас тут по пляжу. Его обкидаю. Что-то мне как-то жалко. Блин, не хочется. А то все-таки уже, может, последняя неделька. Вот какая кучка грибная. Да? Ладно. Всяких разных полно. Всяких разных. О, прям аж у воды уже прям вот стоят. Оп. Кстати, ноги вообще уже согрелись. То есть никакого усталости нет. Вот без воды я сейчас даже положу, скажу, сколько времени уже, считай, ходим. Так, время 11 часов 13 минут. Мы вышли с 6, то есть 4, 5 уже. На шестой час пошел, вот как ходим. Без воды, без всего, никакого превозмогания, ничего вообще нету. Все нормально. В общем, сейчас буду вот тут откидывать. Тут получается вот как река. От нее идет. Туда вон еще маленький такой, как ручей и протекает там как вот застойник такой. Вот сейчас его обкидаю. Ну и пойду уже туда, куда там Федя, блин, свалил за лодкой быстрее. Он увидел, как мужики ловят. И все, все бросил. Скорее полетел за лодкой. А я хочу наоборот. По пути, по дороге поймать. Чтобы прийти с щукой к нему. Попробую сейчас. Посмотрим. Я вообще срань господней кинул. Один хер оторвал. Зря только лазил, сука. Туристы плыли, песни пели, 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 пели. Я тоже как запел вместе с ними и оторвал. А на море белый песок. Дует теплый ветер в лицо. Отдел мэпса, короче, такого. Белого. Что я все на желтого там пробовал. Но не здесь. Здесь я сегодня вообще его не одевал. Вот такой вот мэпс. Попробую на него. Может, окунь хоть пойдет. Тут вот какие-нибудь птицы поют. Канавка такая прикольная. Лес. Лес. Там же с меня опять тут фигню перепрыгивают. Через которую лазили. Ай, вот такая вот тут природа. Какой-то дурак еще сигналит. А глухой сигналил без конца. Уже, блин, не знаю, минут 20 сигналит. Он подобрал меня это. И мы сплавляемся. Я подобрал его, парень. Сплавляемся теперь на лодке. Обкидываем сейчас старые свои блесны. Попробуем достать еще. И еще новые. Солнце светит, жарко. Блин, очки не взял там было. Вообще, ну хотя бы уже сплавляемся. А то ходили 6 часов. Как ты, пацаны? Жесть. Солнечный денечек. Плывем. Красота. Обрывов больше. Да, оборвали вообще немерено. Твой этот. Ну а ты будешь его брать? Да нет, я буду. Или на обратном? А с той стороны? Вон, нашли где наш этот. Как он назывался? Сейчас запутать твои лестки. Ох, блин! Еще, ребята, вот только что на белого мэпса. Вот маленький щурочек. Но уже кое-что. Так что все нормально. Будем, в общем, продолжать. Да? Да. Вон он. Что, выпустим его? Конечно. Мы его отпустим. Сейчас мы с мэпсом сфоткаем и отпустим. Для истории. Так, ну что, ребят, в общем, короче, отпускаем. Малыша, он как бы и не туда, и не сюда. Вот он. Давай, беги за мамкой с папкой. Все? Хорошее дело сделали. Да? Спасли. Блин, мы плывем на курс. Что сказать, ребят? Вот, в общем, прифартовались. Вот таким вот макаром. Вот. Встали здесь. Проплыли туристы. Говорят, сейчас последний проплывет. После него фарт будет. Вот. Сейчас посмотрим, правда это или не правда. И будем уже, ну, смотреть другие блесенки. Сейчас думаем, какую в этот раз теперь одевать. Будем смотреть, будем думать. Здрасте. Сказали, после вас фарт нам пойдет. А? После вас, говорит, сейчас фарт нам пойдет. Ну, сговорно, конечно. Ну, будем надеяться теперь. Все, ты отсортовался. Да. Поплывем за фартом. Сейчас подумаю, что повесить. У него, кстати, есть интересная штука такая. Кстати, не видел таких никогда изобретений. Прям сразу две с одним крючком. Они гремят и призывают рыбу. Да? Наверное. Сейчас, кстати, попробую. Пока я и боялся. Потому что это, ну, как на лодке. О, как они на лодке. Попробуем. Плавляемся. Плавляемся. Все отлично. Настроение хорошее. Погода хороший. Ветер, правда. Ну, иногда такой сильный. Ну, а так, в целом, все отлично. Вот так мы пойдем. Все. Приплыли. Из еды у нас осталось только вот краюшка хлеба. И яблоко. Ну, и сейчас тут пылиться. Я помидором. Ну, все. Вообще, короче, вторые сутки тут голодаем ради этой рыбы. А она не клюет, падла. Сейчас пойдем хотя бы грибов попытаемся нарвать. Чтоб не так обидно было. Погода хорошая. Мужики там на живца ловят. Вытаскивают. А у нас вообще ничего. Вот сейчас грибов пособираем и домой поедем. Собираем, ходим грибы. Каких только нету. Разные. О, а мох какой. Вообще прям. Красоте. Ну, что, нашел под дубовики? Поехали нашел. Мох прям идешь как по этому, да? Ну, по пушнине. По перине. О. Ну-ка, ну-ка. Ну, я его хотел снять, а ты уже его срезал. Какой клевый, а? Покажи с той стороны. Белый. Белый. Белый, белый. А я тоже нашел хороший, отличный белый. Вот такие грибки. Ладно. Ищем дальше. О, прикольная картина. Каких грибов только нету. Вообще. И, кстати, Что хочу сказать еще. Ну, кто не... Обмен какой вообще. Кто не знает, что Если Ну, гриб Есть черви, Были о них вот чуть-чуть, Значит, он уже не ядовит. Ядовитых червей В червях грибов Не бывает. Короче, Вы поняли. Вон он там ходит. Под дубовички Под дубовички Ищет. Блин, И синие грибы. Вообще. 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 Во, синий. Синий гриб. Так что Сейчас хотим так лесом пройти. Я только Белый беру. Вернее, пока только один взял. Пройти вот так лесом. Туда там Вон еще какие-то люди ходят. И посмотреть заводь. Где мы Будем рыбачить. Вот. Так что Ходим, бродим, ищем. Свинухов полно. А вот что за гриб такой. Ой. Мох вообще. Как это. Не знаю. Можно поделки Лепить. Хочу постараться передать вам Картину Леса, воздуха, запаха, звуков. Вот послушайте. Послушайте. Здесь просто своя жизнь. Так, ладно. Наша минутка Тихонько закончилась. Блин, нам попадается много грибов, но уже все до того Изъеденные И слизьями, и сверху всех таких в этих ямках, в дырках. Очень много таких еще грибов. Мне неизвестных. Как бы я пока только Ну, только начал изучать это грибное дело. И поэтому, как бы, я их не беру. Беру только то, что вот знаю наверняка. Так что, можно заявить, что время лисичек прошло. О, вот остатки, кстати, лисички. А так вот, если сесть, приглядеться, что мы увидим. Там вижу, вон, под березок, но они все трухлят, трухлей. Ладно, в общем, хорошо в лесу. Не знаю, может, еще сейчас заплывчик один будем делать. Посмотрим. Сейчас погуляем, подышим. Хоть сегодня суббота. Все нормально. А завтра воскресенье. Классный день. Зенит, Спартак. Будет битва. Ростов, ЦСКА. И завтра вообще день интересный. Ладно, пойду я. А то потерял что-то. Феодора. Я обосрался. Думал, змея. А это вот он. Ползучая. Ползучая гадина. Наткнулся, кстати, на опушечку. Набрал грибков. Вон там. Там много. Они все такие. Хорошие. Не знаю, может, буду... Завтра футболы. А вот в понедельник, возможно, какое-то блюдо с ними ждить. Может, жульен. Может, суп. Может. Может, еще что. Так. Ладно. А то аккумулятор садится. И вот, ребята. Время 15.33. И попалась еще щучка теперь Федору. Пока я пришел с грибами, он уже тут вострил. Короче, мои друзья, я нашел секрет. Я дебастую хищницу. Ну, поделись секретом. Ну, кстати, от солнца вышел. От солнца. Получается, мы пробовали на спиннинг, как на джиг. На бобберы всякие. Просто кидали. Ничего не клюет. В итоге получается, что щука вся стоит в глубине, на поворотах. Под большими корягами. И приходится просто как можно дальше. Как блеснить. И дразнить ее. Как вот. Как этого. На зимнюю рыбалку типа. Тип того, да. Ну, покажи трофея хоть в полный рост-то. Маленькая. Ну, побольше, чем мой, да, был? Да, побольше. Побольше. Под спиннинг, неудобно. Ну, тоже маленькая, зараза. Так что вот так. Сейчас будем пробовать дальше. Причем взял она такую на обалденную. Ага. Да, штучку. Первый раз. Как муравей какой-то. Я вот это надо делать. Держи рыбу. Блин, ну положи ты ее. Пойду дальше. Что, ты ее оставишь? Я ее даю тебе. А мне зачем? Делай. Ай. А куда она такая маленькая-то? По тарасу. Вот хочу показать вам, как замыло, омыло берега. Вон, на какую высотень. Вот я вот так вот стою. Вот это вот берега, такие замытые вообще, блин. О, корни. Скоро вот это вот будет падать. Вон, закосилась как уже. Ладно, сейчас, наверное, туда опять поплывем, он предлагает. Говорит, я погребу. Ну, пойду, раз он погребет, что же. Уже, блин, что-то все болит промеж лопаток. Ходим и ходим без устали. В общем, время, ребят, полпятого. Мы вновь плавляемся на лодке. Так что, видите, мы какие старательные дни на пролет. Так что, по-любому. Мы должны сегодня. Вот хочу показать, какая река тихая. Прям вообще, вот благодать. Сидим прям, блин. Тишь да гладь, прям, можно сказать. Вообще, просто изумительно. Вот этот берег. Вот, ловим на резинки. Я тоже одел все, все подлетали. Грузы, вернее, резинки-то еще есть, а вот крючков больше нету, поэтому... Вот так вот он. Посмотрим, принесет нам удачу. Сейчас вечернюю зорьку планируем протарабанить, в общем. Ну, и что сказать, ребята, время 6 часов. Мы 12 часов бесперерывно, короче, в ловле с отрывом на грибы на полчасика. Поймали двух щуряток. Все печально. Оторвали много всего. Ну, хорошо, что сезон кончается. Леска все, буду менять. Не знаю, в этом году удастся еще съездить или нет. Со спиннингом. Ну, в общем, посмотрим. Будем сейчас поднимать водку... Водку, ой, лодку поднимать, мыть ее, короче. Ребят, мы не ужамонные все-таки. Вот уже вытащили, как я говорил, лодку. Лодка сушится. Я уже свою снасть собрал. И щука, блин, плещется вообще. Вообще издевает. Издевается. Вот там вон, вот у этой коряги прям вся об это... Обплескалась. Ну вот. Я сижу тут вот на вершине, как обозреватель. Ой, на корочках вот так вот. Устали, очень устали. Без воды, без еды. Ладно, вру, вода есть. Хотели уж даже, вон, Федор интересовался, ты ел ли когда-нибудь, говорит, сыроежки сырыми. Так что экстремальные у нас тут. Сутки на пре. Ну ладно, если что-то будет, включусь. Все, ребят, в общем, едем обратно. Устали. Как эти, как неизвестно кто. Время пол седьмого. 18.33. Едем, в общем. Да? Да. Так что, в общем, едем. Рыбалка была отличная. Много улова, а в целых две щуки. Да, щурка, правда. Хотелось бы лучше, но что-то, ну не знаю, может мы не везучие такие, может быть. Нет, дело вообще не в нас. Может, и в нас? Отлевало только на живца. И да, вот мужики на живца ловили, а? На спиннинг, вот блесны все. Что, сами видите, сколько всего опять пробовали. Как куда только не подлазили из берега и на лодке. И, ну, ну вот так. Ну, в принципе, отдохнули неплохо, правда, устали. Так отдохнули, что устали. Так что, все, будем прощаться. До новых встреч, друзья. Да, так что, ставьте там лайки за наш труд. Вот. Мы будем знать, что мы снимаем не напрасно. Но если вы смотрели, вам же интересно, все равно тоже это посмотреть. Так что, до скорых встреч, ребят. Пока.